Вик это муниципалитет в Испании в составе автономного сообщества Каталонии. Сюда мы прибыли за тем, чтобы увидеть римский храм. Но сначала давайте пройдем на главную площадь Пласса Майор. Она окружена домами, построенными в различную эпоху. Вы можете оценить резьбу по камню и художественные росписи в стенах домов. На многих из них дата постройки. В свое время здесь побывал Антонио Гауди, известный каталонский архитектор. Несмотря на то, что он был здесь всего лишь три недели, следы архитектурные его пребывания вы можете увидеть в оформлении некоторых балконов. Уличных фонарей и кованых решеток. Воспользовавшись любезностью местных жителей, а также услугами навигатора, мы пошли по направлению к римскому храму. Ибо все дороги ведут в Рим, как известно. Некоторые дома здесь являются совсем старинными, а некоторые построены приблизительно в начале 20 века. Я имею в виду именно этот район Вика. Так что разброс архитектурных стилей здесь весьма велик. Вот такая чудесная роспись с ажурными балконами. Здесь может соседствовать с современными плакатами, магазинами и их витринами. Улицы, как это подобает, в средневековом городе довольно узкие, вымощенные камнем. И вот он, римский храм. Это храм 2 века н.э. Он сохранился почти целиком, конечно, благодаря реставрации, благодаря тому, что он взят под охрану как памятник истории и культуры этого города и охраняется местными властями. Храм открыт к свободному посещению. Внутри его древнее убранство не сохранилось. Но зато в данный момент там можно увидеть, допустим, выставку современного искусства. И несмотря на расположение современных картин, современного освещения, вы можете разглядеть старинную древнеримскую кладку стен и представить себе, каким был этот храм тогда, а также вот эти все еще величественные древнеримские стены. Когда-то Вик представлял из себя опорный пункт римлян. Жизнь здесь была урегулирована по типичному образцу римского города, где бы то ни было. И уклад жизни был здесь такой же, как, например, в самом Риме. В храме можно разглядеть стены, но без всяких росписей, если не считать современные картины. А также можно увидеть потолок, который воссоздан, но вряд ли он является древнеримским. Скорее всего, этот потолок настелили приблизительно в средние века. Ну и затем реставрировали. Это церковь примерно XI века. Дома здесь более старые в этой части города. Даты, опять-таки, можно увидеть на фронтонах. В убранстве некоторых домов просматриваются римские элементы. Некоторые дома поросли плющом. Здесь неподалеку находится римская башня. Рядом часовня, построенная еще до разделения церквей на католическую православную, кафедральный собор. И вот этот епископ, памятник которому вы видите, был епископом здесь с конца X-го, начала XI веков. В то время, когда еще не было разделения церквей. Но уже откололись до Халкидонской церкви. Это епископский дворец и епископский двор. Здесь находится музей. Видите, идет монахиня. Церковная жизнь здесь продолжается. Кстати, эти строения тоже напоминают некоторые из наших церковных строений. Например, здесь я вспомнила Троицу Сергееву Лавру. Хотя она построена после разделения церквей. Но общие элементы просматриваются. В тишине епископского двора когда-то обдумывались серьезные и важные дела. Возможно, даже можно почти с уверенностью сказать, обдумывались дела инквизиции. Решали, кого казнить, кого миловать. Казнями церковь не занималась. Видите, мир входящему. А передавала обреченных светским властям. И они уже, соответственно, приводили приговоры в исполнение. Но от голоса инквизиторов зависело многое, если не все. В те далекие времена. Особенно в середине, если так можно выразиться, в средневековых времен. Здесь находятся музейные экспозиции. А когда-то были монашеские кельи. А возможно, и камеры для узников, подозреваемых в ереси и колдовстве. И вот именно отсюда, из этих мест, и бежали ведьмы далеко в горы, чтобы спастись от святого судилища. Итак, совершив небольшую прогулку по древностям города Вик, мы отправились на вокзал, чтобы поехать снова в Барселону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!